Откройте с фотографией. Покажите мне ее. Личность участника голосования подтверждаете на расстоянии. Это инструкция для членов избирательных участков. Фотография на паспорте в полутора метрах, голосующий в маске, коронавирусу препона. А вот не помешает ли это наблюдателям бороться с фальсификациями? В принципе, вполне достаточно фотографий на расстоянии полутора метра. Можно спокойно рассмотреть фамилии, имя, отчество. Видно все. В рекомендациях Роспотребнадзора и в наших рекомендациях избирательным комиссиям, конечно, есть положение, которое мы стараемся соблюдать, связанное с тем, чтобы в поле зрения наблюдателя находились все виды действий, которые связаны с осуществлением волеизъявления. Если вы пришли на избирательный участок, не успели в интернете, допустим, ознакомиться с текстом поправки, юридически именно так правильно, это считается одной поправкой, здесь на столе находите вот такую основательную брошюру. Здесь полный текст. Открываете, ознакомьтесь, голосуйте. Есть и памятки поменьше, и полный текст до поправочной конституции, и еще на каждом избирательном участке комплекс для защиты от инфекции. Плюс можно разжиться ручками и масками. И того, чтобы узнать, одобряют ли россияне изменения в Конституции, только из бюджета Алтайского края потратят 40 миллионов рублей. Мы проводим инфекцию рук с помощью специальной жидкости. Затем он получает комплект индивидуальных средств. Это одноразовая маска, перчатки, салфетка. Всего в крае работает 1779 участковых избирательных комиссий. Половина из них получила возможность выезжать на придомовые территории. Такие палатки будут кочующими. В одном дворе не останутся и будут работать ежедневно с 10 утра до 2 часов дня. Кстати, последней за сегодня на участок имени командующего знаменитой стрелковой дивизии пришла Зоя Соколова. Блокадница 94-х лет. Тоже отдала свой голос. Пожалуйста. Пошли. Проходите туда. Удачи. Вот сюда, да. Зоя Ильинична, вы вот как проголосовали? За поправки или против? А это закон. Андрей Дриер, Илья Халяпин. День с толком. День с толком.